Ребята, а знаете ли вы, что ротовая полость морских свинок устроена так, что у свинок велик риск подавиться? В рацион морских свинок должен входить зерновой корм. И одна из составляющих корма это горох. Наверняка многие из вас подумают сейчас, какой горох? Свинкам же нельзя его. Да, иногда в литературе встречается и такое утверждение, но исключительно из-за возможности подавиться круглой, твердой горошинкой. Но и авторы не объясняют причину запрета. Нельзя и все. Но в составе любого корма морских свинок есть горох. Так что же на самом деле? Можно свинкам горох или нет? Сухой горох можно, и свинки его любят. Давайте сравним более дешевый корм и дорогой. В составе читаем. Горох есть и там, и там. Но в дешевом попадаются целые горошины, или половинки горошин. А в качественном корме гороха не видно? Как же так? А дело в том, что в качественном корме для морских свинок горох в плющеном виде. Вот так он выглядит. Это плющеный горох. Свинки его обожают. Плющеный горох для морских свинок является лакомством. Его можно использовать при дрессировке, или когда приучаете свинку к рукам. Взяв вкусняшку с ваших рук, свинка будет благодарна и очень быстро вас полюбит. Видите, как наш тигруля любит горошек? Давая свинкам горох в таком виде, можете быть спокойны. Ваша свинка не подавится. Что же делать, если в вашем корме попадаются целые горошины? Желательно сесть и выбрать эти горошинки. Четвертинки, половинки можно оставить. А твердые круглые горошины выбрать. Лучше не рисковать. Особенно это является большой опасностью для маленьких свинок. У малышей челюсть не окрепла. И раскусить такую горошину они не смогут. А вот проскользнуть в горло она сможет легко. Если вы решили побаловать свинку, то плющеный горох можно купить отдельно. Как лакомство. Но вот проблема. Я обошла все зоомагазины нашего города и не нашла баночки с плющенным горохом. А в корме его очень мало. Что же можно сделать? Можно купить в продуктовом магазине в крупах посеченный измельченный горох. И добавить такие половинки, четвертинки в зерновую свесь. И кстати, горошины в свежем виде зеленых горошек, как и саму зелень бобовы, свинкам давать нельзя. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пускай ваши питомцы вас радуют. А вы радуйте нас лайками. И мы будем чаще делиться с вами нашим опытом. Кто-то из подписчиков спрашивал, бывало ли такое, что наши свинки давились. Да, ребята, такое было два раза. Наши малыши, пандочка и тигруля давились. Мы вовремя их спасли. Но это был вовсе не горошек. Чем они подавились и какие еще опасности для свинок в корме, я расскажу в наших будущих видео. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал. Пишите, нам не случалось ли с вашими свинками такая беда? Любят ли ваши свиночки плющенный горох? С вами Оксана и наш тигруля. До новых встреч. Пока-пока.